Здравствуйте, ребята! Попробуйте отгадать загадку и тогда узнаете, что мы сегодня будем делать. Горел в траве расистой фонарик золотистый, потом померк, потух и превратился в пух. Догадались? Это одуванчик. Яркая желтая рассветка радует весной всех, кто его видит. И название у него очень привлекательное – одуванчик. В русском языке образовалось от глагола «обдуть». В простонародье одуванчик называют по-разному. Молочай – за белый, как молоко сок. Пушина – за парашютики. Зубной травой – за целебные свойства. Ещё называют его русским цикорием. Одуванчик – многолетнее растение. Высота у него 10-30 сантиметров. Цветки одуванчика составляют соцветия корзинки. Такая желтая корзиночка возвышается на тоненьком стебле. Листья образованы из прикорневой розетки. И имеют длинную заостренную форму с рассеченными краями. Цветут эти растения весной, а иногда осенью. Когда одуванчик оцветает, на месте жёлтых цветков созревают плоды – семянки. Каждый из которых имеет длинный носик с волосками на конце. Семянок у растений созревает много. Они-то и образуют воздушную белоснежную шапку. Это чудо природы живёт как будто по расписанию. В солнечные дни одуванчики раскрываются в 5-6 часов. А в 15 часов сворачиваются. В пасмурную погоду они вообще не раскрываются. Существует даже народная примета, которая гласит – сжимается шар одуванчика, быть дождю. Существует в природе более 100 одуванчиков. Столько видов. Вот некоторые из них. Белоязычный, беловатый, осенний, плосколисточковый. У нас наиболее распространён обыкновенный лекарственный одуванчик. Чем же полезен этот одуванчик? Ну, надо сказать, одуванчик, он полезен как для людей, так и для насекомых. Так как цветы рано расцветают, они-то и помогают своим нектаром пчёлам, подкармливая их от начала цветения основных медоносных растений. А человек с давних времён использует одуванчики в лечебных целях. И одуванчик называют эликсиром жизни. Ну, например, в медицине используются корни, листья и сок растения. И на этих, эти используют препараты, помогают они от многих болезней. В кулинарии из малых, молодых листьев и стеблей одуванчика делают вкусные салаты. А из жёлтых цветков делают вкусное варенье. А вот поджаренные корни одуванчика могут заменить кофе, почему его и назвали русским цикорием. А сейчас мы с вами приступим к изготовлению одуванчика. А сейчас мы с вами будем изготавливать одуванчик. Цветок выполняется из базовой формы двойной треугольник. Чтобы сделать цветок, нужно будет два жёлтых квадратика из двух вот этих квадратов. И зелёный квадрат для листьев. Размеры цветка вы будете брать уже сами. Я сейчас покажу, как складывается половинка цветка из большого листа бумаги. Мы складываем двойной треугольник. Сегодня закрепим ещё приём расплющить и соберём такой кустик одуванчика. Вот у нас двойной треугольник. Мы его уже умеем складывать. Вот такой двойной треугольник. Первое действие. Перегибаем двойной треугольник пополам. Работаем с одной плоскостью. Правый острый угол поднимаем к вершине треугольника. И левый. Вот у нас получился такой ромбик. Дальше берём вот этот свободный треугольничек и делим его пополам. И точно так же с другой стороны. У нас получаются такие вытянутые треугольники. А вот сейчас мы расплющим угол. Для этого мы аккуратненько открываем уголочек и расплющиваем. Линия сверху должна идти продолжением вот этой. И второй уголочек точно так же. Вот у нас получилась вот такая вот интересная фигурка. Второй слой бумаги мы сейчас его складываем так же уже вот до получившихся вот этих треугольничков. И точно так же расплющиваем вот эти все уголочки. У нас получился вот такой четыре маленьких воздушные змеи. Сейчас мы должны вот эти треугольнички просто убрать пополам. Вот. И у нас уже одна половинка цветка готова. Вершину треугольника мы просто убираем назад, хорошо прогладив. Для того, чтобы у нас сама вот эта вот половинка не топорщилась, мы можем немножко зафиксировать клеем вот эти части. Сзади треугольник тоже можно зафиксировать, чтобы он у нас не был таким торчащимся. Вот у нас получилась одна половиночка. Точно так же выполняем вторую половинку. И затем, соединив две половинки, мы можем собрать полностью цветок. Обратите внимание, что каждый цветок находится на стебельке. Внизу вы можете сделать точно из такой же модели листок. Ну, тут можно испробовать разные варианты, сделав побольше квадрат и поменьше. Работу можно выполнить как на круге, как на прямоугольной основе, то есть как вам захочется. Поэтому вы можете использовать здесь, применив фантазию и свое творчество. Желаю вам успехов!